В декабре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который позволит властям изолировать российский сегмент интернета и фильтровать интернет-трафик. БИС-ТВ решила узнать у участников инфо-форума 2019, а оправдана ли эта инициатива с точки зрения информационной безопасности. КОНЕЦ По крайней мере, мы оградимся от так называемых скрипткидей, которые люди, которые где-то с чего-то начитались, какими-то глубокими навыками не обладают, но при этом совершают большую часть атак. От каких-то действительно серьезных хакеров я считаю, что это не спасет. Уже давно говорят о том, что хакерство из некой благородной идеи свободы информации, какого-то познания, пытаются монетизировать и извлекать какую-то прибыль из этого. Если задача получить денег как можно больше, либо если это какие-то задачи политического влияния, значит будут работать специалисты, которые найдут, как все это обойти. Мы, как отечественные разработчики средств защиты информации от внешних и от внутренних угроз, считаем, что немножечко неправильно сформулирован закон, точнее его в СМИ неправильно преподносит. На наш взгляд он должен по духу, по крайней мере так, называться об обеспечении безопасности и устойчивости функционирования российского сегмента сети интернет. Да, мы все сами видим геополитическую ситуацию, и очень важно, чтобы пользователи российские всегда имели доступ к интернету вне зависимости от внешних факторов. Целеполагание, да, закона, оно, в общем-то, нам достаточно близко, да, мы, поскольку, как разработчики, видим все эти угрозы и фиксируем, которые есть, и атаки на российский интернет. В плане обеспечения безопасности это позитивно. Ну да, конечно, закон нужно подкорректировать в части того, чтобы, ну, нам просто не остаться здесь внутри. Попытки отключить, скажем так, какую-то инфраструктуру от интернета, да, они есть и сейчас, например, у компаний и у корпораций, и, по крайней мере, то, что вижу я, постепенно все-таки даже самые ярые сторонники изоляции отключения от всего приходят к выводу, что нельзя, нельзя противостоять глобализации. Все мы с вами пользуемся госуслугами, все мы пользуемся различными, значит, мобильными интернет-приложениями, и пользователи компаний и корпораций это не исключение. Поэтому, на мой взгляд, полная изоляция, она просто невозможна. Даже чисто конструктивно. Ситуация с Телеграммой, прочий опыт нам подсказывает, что от практики уйти очень сложно. И да, возможно, уровень государственного контроля как-то повысился в Китае при вот введении этих мер, но, на мой взгляд, на уровне безопасности это, ну, не сказалось примерно никак. Станет ли наш интернет чище и безопаснее, если его изолировать? Или все-таки мы обойдемся без огораживания по восточному сценарию? Жизнь покажет, и, возможно, очень скоро. А что думаете вы по поводу изолированного интернета? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока работает YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова